Совет для Лукашенко, который хочет проверить шкурную деятельность очковтирательства чиновников. А вы спросите у них, а вы вот эти 666 индексировали на инфляцию доллара или нет? И вот представляете, как Жанра Лукашенко посадит в лужу Головченко вместе с министром финансов и всем статкомитетом. Они скажут, нет, нет, это же всего лишь номинальные деньги, а надо считать реальные доллары, а не доллары 20-летней давности. — Ну вообще вот эта статистика, я вспоминаю кейс, по-моему, в Сиэтле это было. Там какое-то было жесточайшее налоговое послабление, то ли конец 80-х, то ли что. И туда все свои капиталы перевели миллиардеры американские. И потом, согласно статистике, выяснялось, что в Сиэтле каждый житель в среднем имеет миллион долларов минимум. Ну так вот получилось. Я скажу, более скажу, я скажу, такой абсолютно европейский феномен, Ирландия, да, она из моих любимых стран. Так вот смотрите, если посчитать всю Ирландию, ВВП на душу населения, там будет 100 где-то 105 тысяч долларов. Но здесь 105 тысяч долларов за счет того, что там резидентами и там налоги платят крупнейшие трансноценные корпорации, включая там Фейсбук и Гугл там и все прочее, да. А если без них, то будет 40-45. Вот и получается, ирландцы, которые говорят, блин, да что, у нас такое вот тут и много, и регуляторки, и налоговая нагрузка. А когда им эти цифры показывают 105, они реально злятся, потому что говорят, откуда 105? Вот смотрите, наши заработные оплаты, наши ВВП внутренние, это же потому, что они сюда пришли, мы стали там в 2,5 почти раза богаче, но это же несправедливо. Так что, друзья, есть особенно сюда еще, вот смотрите, недавно же к нам Уайсберис там прикатил в Великий Камень, да. Если туда еще начнут свои заработные оплаты, доходы показывают руководство данной организации, пользуясь подоходным налогом в 10, там, по-моему, 12 процентов, естественно, зарплата у нас будет 800 и 900. Мы, кстати, про Вайлдберез еще поговорим, хотя это аналог белорусский. Все, замолкаю, потому что это отдельная тема. Давайте перейдем к налогам, потому что очень интересно, транспортный налог повышают в Беларуси совсем скоро там. Ну, есть данные, если наши зрители, я думаю, сами поинтересуются. Самим бумажка придет, да. Там плюс-минус 5-7 рублей, ну, как бы вот на такую сумму повышается транспортный налог. Что интересно, вообще, в принципе, эта тема очень интересная такая, огромная, налогов в Беларуси. В 25-м году хотят поднять налоги владельцам агроусадеб, перемесленникам, сдающим в аренду квартиры и гаражи, тем, кто покупает первую квартиру, тем, кто получает чаевые, тем, кто получает, вот, про криптовалюту, доход в криптовалюте, опять же, ставки транспортного уже сказали, да, и все это, да, плюс еще тунеядцев опять хочет обложить, он же не унимается, Лукашенко все хочет обложить налогом тунеядцев, он на дожинках говорил. При этом, ну, как бы, вот, венцом всего является новый закон, согласно которому бывшему президенту Беларуси к пакету гарантий дадут еще и налоговые льготы, Ярослав, налоговые льготы. Вот вы объясните нашим зрителям, как это так получается, что белорусы должны платить все больше, а Лукашенко все меньше, не станет ли он главным тунеядцем Беларуси, вот вопрос. В контексте вот этих налоговых извращений или повышений мне сложилась такая вот, такой образ, да, с миру по нитке, имея в виду Беларусь, да, Лукашенко дожинки. Вот дожинки ему надо проводить, компании нужно проводить, на пенсию нужно готовить особые условия, медицинские, оборудование медицинское обновлять, там, омоложение, ботоксное, там, и все прочее. Поэтому нужно собирать больше денег. На самом деле Лукашенко, он же человек чуйки, да, и он понимает, что вот эта блащ, связанная с заработком на Москве, на войне, заканчивается. То есть 25-й год может быть реально переломным. В связи с этим, естественно, в 25-м году может образоваться большая дыра в бюджете. И вот они поэтому готовят белорусов к тому, что каждая ваша деятельность, каждая ваш чих будет облагаться налогом. Агроусадьбы когда-то расцвели, потому что там прекрасное налогоблажение было, ремесленники, ИП. Это вот то, что позволило белорусам реально какой-то накопить жирок, там, ну, немногим, но тем миллиметром, 300-500 тысяч человек это сумело сделать. То же самое заметьте крипто, вот эти майнеры, которые, да, там, или те, которые криптовалюты. Вот как же их можно идентифицировать? Кто же туда пойдет? Я, очевидно, значит, это какая-то группа людей, достаточно большая уже образовалась, которые на этом зарабатывают. Причем, в том числе, зарабатывают обслуживая официальное и полуофициальное серое потоки финансовое для покупки вот этого серого параллельного импорта. И все это, то есть Лукашенко дает сигнал. Все мужики, как он любит выражаться, пришло, конец лафы наступает. Готовьтесь зажимать пояса. Слушайте, у него конец наступает уже 30 лет. Пояса все не зажимаются или не зажимаются? Не-не-не-не, секундочку. Он же говорит так, вы свои зажимаете. Знаете, как получается? Тарь сказал, там, Фед дал вначале. И сначала с самых дальних округ начинают зажимать. И те, которых денег и так мало, они начинают там реально чувствовать вот это вот сжатие на ценах, на там разных других тарифах. Потом, чем ближе к центру, тем меньше чувствуется это самое зажатие поясок. Вот вы знаете, для Лукашенко, для этих ЗАО-семья или там 3% выгодополучателей такой системы. Да плевать они хотели на эти дополнительные сборы на транспортный налог, на агроусадьбы, на крипту, на все что угодно, на акцизы. Там еще нужно обязательно вспомнить про повышение акцизов на топливо, на сигареты, на алкоголь, потому что это 100% будет. И в сумме получается, Лукашенко тоже по ним действует, понимая, что может зажать любую революцию в любой стране. Это может резкое повышение тарифов и цен. Вот то, чего он элит-курс, например. Вот помните, в 2011 год, когда у нас была там трехкратная девальвация белорусского рубля, и тут так случилось, что и метро взрыв, и все прочее. Так это вот как раз научка для Лукашенко, и он все делает, используя опять-таки метафору той лягушки, которую нужно варить на очень медленном огне. И вот это вот как, знаете, белорусская экономика, это как пресловутый гулливер, которого не вяжут одним канатом, или там одним кляпами его рот закрыли, а тысячу маленьких порезов или нитей, которые делают его неподвижным. То же самое с белорусскими налогами. И тысяча маленьких лейкопластыриков, получается, да? Вот это вот эти сборы, поборы, да? Да, да, да. От того, знаете, вот это не можешь возмущаться от того, что там на 5-7 рублей там стало больше платить. Но, во-первых, этих автомобилистов у нас там почти 3 миллиона. Вот, пожалуйста, вам бюджет. То же самое с другими налогами. И вот концентрации, ненависти или вот как было с ковидом в 20-м году, нет. Когда ковид, почему такое резкое было недовольство и там возмущение? Потому что, ну, это касается всех. Вот если вы представляете, Лукашенко сказал, исходя из некой там целесообразности энергетических монополистов, что я вот с 1 января повышаю тарифы на электроэнергию там в 2 раза. Такой бут был бы сразу, просто смирим бы это все. А так маленькие порезы, маленькие все. Нет, было бы, помните, что бензин был, чего? Ну, было. Ярослав, а есть ли что-то вообще интересное в новом этом проекте бюджета? Ну, вот помимо того, что за счет налогов и сборов в 25-м году правительство рассчитывает пополнить бюджет на 17% больше, чем в 24-м. Помимо того, что там будут какие-то загадочные внешние дарители, которые будут нам просто давать деньги. Есть ли что-то интересное? Или это просто продолжится вот эта стратегия затягивания поясов? Я слежу за белорусским бюджетом с 95-го года внимательно. Так. Я слежу 30 лет скоро. Знаете, и ничего принципиально нового там никогда не появляется. Там кому-то на 10%, кому-то на 17%, кому-то на 18%. Какая-то строчка появляется корпоративного любимчика, фаворита, а потом исчезает, потому что его ссадят, разоряют, а миллион уезжает из страны. Кому какое-то министерство ближе стало к телу временно, вот оно туда какую-то бумажку подсунули. Инновационная программа. Знаете, все, что нужно, прячется вне в бюджете. Прячется в небюджетных фондах, прячется в финансировании государственных там министерств, организаций, концернов. Прячется в другие вещи, которые в бюджете вы не увидите. Поэтому те люди, которые думают, что вообще они понимают бюджетную политику Беларуси, следя за республиканским бюджетом, это, конечно, такой, знаете, формальный юридический подход классического выпускника западного вуза. На самом деле, как в России, так и в Беларуси, надо понимать, что ресурсы всей страны, это и банковская система финансовая, и госпредприятия, и фондов, и внебюджетные фонды, и серый рынок, это все один большой общак Александра Лукашенко. И он в любой момент, любые ресурсы, используя там риторику национальной, экономической или другой безопасности, может использовать. Более того, есть еще такое понятие, как денежный печатный станок и инфляционный налог. Вот про это не надо забывать, потому что если все то, что там связано с легкими деньгами, этими маленькими порезами, которые мы с вами обсуждаем, не будет работать, тогда калаура поломают, сломают через колено, напечатают тебе на 15-20% больше денег, раздадут фаворитам, и будет там счастье. Вот и все.